У Магнитогорска добрая традиция, в Магнитогорске все самое большое. В Магнитогорске самый большой металлургический комбинат в мире. И не надо делать круглые глаза, даже если вы посмотрели мой сайт. Да, кто-то производит больше, но такой громадины нету нигде. Естественно, кое-кто из магнитогорцев поддерживает эту традицию. И вот мы здесь, на торговых рядах на автомобилистов, нашли самый большой магазин игрушек. Это действительно очень хорошо. Когда здесь, в Велотое есть, мы можем туда зайти и вам показать обширнейший ассортимент. Человек даже в возрасте не может не любить детские игрушки. Да потому что каждому первому человеку в детстве их не хватало. Мало того, игрушки становятся все интереснее и технологичнее. И менее всего хотелось бы при создании самых любимых сюжетов затрагивать тему чистой коммерции. Давайте просто вместе походим, поразмышляем и послушаем. Велосипедами в городе Магнитогорске не занимается разве что ленивый. По всем улицам проедете и рано или поздно наткнетесь на выставку велосипедов. Естественно, китайских. Здесь в магазине ВелоТой, как мы уже сказали, самый большой выбор именно велосипедов. То есть больше, чем здесь, нет нигде. Хотя сейчас уже середина, точнее уже конец сезона. Мы вам это демонстрируем. То есть амортизированные велосипеды, простые велосипеды. Кстати, вот тут велосипед мне очень сильно понравился. Этот велосипед Тандем. Особенно для вот такой семьи типа моей, которая любит путешествовать, но не может одновременно увезти два велосипеда. Сто наименований или даже ближе к тому. И самое интересное, что вот для чат, которым год с небольшим, умоотрывающий ассортимент маленьких велосипедов. То есть вот, пожалуйста, любые трициклики, в том числе есть ветрозащитой. Ну и вот один велосипед я себе взял, вон там он стоит. Но мой уже заглядывает вот на этот, четырехколесный. В смысле двухколесный, но у которых есть еще два дополнительных колеса. Кстати, вот из моего детства. Мне, честно говоря, повезло. Были разнообразные велосипеды. А тем, кому не повезло, тот, который прыгал вот отсюда, и потом уже на большой, необходимо сюда приехать. Потому что по цене очень дорогого большого, ну где-то там, здесь можно купить маленький, побольше, средний и самый большой. Сколько вашего? Пять месяцев. Пять месяцев? Да. А вы уже покупаете игрушки, по-моему, от трех лет. Да нет, вроде. Или пускай развивается. Конечно. Вы вот здесь побродили, посмотрели, как вас цен нравится. Да, нам очень понравилось. И выбора много. А почему бы и нет, если мы решили бомбить больших сетевиков? Ребят, хватит за магнитогорска деньги сосать. Это неправильно. Магнитогорцы имеют право ездить и позволять своим детям ездить на вот таких замечательных электромобильщиках. Ну, наконец-таки. По крайней мере, ну, мы-то не помним этого. У нас все педалями двигалось. А эти вот сейчас уже знают о том, что можно просто кнопочку нажать и покатиться. При этом очень недорого. Достаточно сказать, что средняя такая машинка стоит в пределах 7000 рублей. Сумма, на которую толком-то и купить-то нет что. Но с другой стороны, что вы покупаете? Сотовый телефон или настоящее произведение искусства? Сами подумайте. Кстати, слышите, да, что там творит этот молодой человек? Часто он пытался у меня сломать автомобильчик, и ничего не получалось. Вот. Здесь я его спокойно оставляю, и он пытается раскручить все, что представлено. Но поскольку все это очень надежно, знаете, даже сюда прийти просто, дать ребенку оторваться, дело хорошее. Потому что, ну, вы же такое себе не сможете позволить, ни в детском мире, ни еще где-то. Потому что там одна машинка такая стоит 40 тысяч рублей, и персонал, конечно же, трясется. Как же это чадо его сломает? Да никого не сломает, потому что, ух, мощь. Кстати, если вы думаете, что это все для тех, кому и двух лет нету, нет. Это вот этот продвинутый молодой человек, он знает, как с ними обращаться. Но такой машинкой можно играться и до 10 лет, потому что, обратите внимание, кресло можно придвинуть, а можно отодвинуть. Небольшой апгрейд аккумуляторов, и почему бы и нет? Гоняйте на здоровье. Ну и для того, чтобы не все пластиковые колеса изнашивались, в некоторых предусмотрена резиновая вставка. То есть по асфальту гоняйте легко. Кстати, ну, если ваш ребенок нагонялся, дальше деньги можно зарабатывать. А что вы думали в парках? Люди-то творят, где они вещи покупают? Конечно, здесь же. Игрушки для вас сейчас обременение? Да нет. Цены приемлемые. Можно покупать и приезжать в такие магазины, как вот эти цены. Тут нормальные. Можно выбрать для ребенка любой подарок. Я внуку купила вот палатку красивую. Он мне играется. Очень нравится ему. А вы обратили внимание, что в больших сетевиках эти палатки стоят в три раза дороже? Да. Мы это уже обратили внимание. И сюда специально приехали. Здесь уже отовариваемся. Вот дочь у меня на день рождения завтра идет. Покупаем здесь игрушку, подарок. Вы наверняка заходили в большие сетевые магазины и видели выставки радиоуправляемых моделей. Там они стоят совсем не дешево. А сколько они стоят в магазинах хобби, так это вообще кошмар. То есть танк представляете 5000 рублей. Реальный танк стоит 40 долларов, даже меньше. 1100 рублей. И он дает полное представление о том, как машина может ездить. Ну а так, конечно, посмотрев этот выбор, я удовлетворился тому, что ребенку сейчас можно радиоуправляемую модельку купить от 500 рублей. У вас, наверное, тот самый солнечный возраст, когда ребенок купаться хочет, а воду нельзя. Да. А можно вам маленький совет? Вот для того, чтобы вот такой бассейн наполнить, все-таки возьмите с собой 20-литровое и лучше 10-литровое ведро. А зачем? У нас насос специальный. А, у вас насос? То есть вы уже опытный пользователь. У нас уже был такой, мы решили еще один такой приобрести. Невероятно, но факт. Магнитогорск летом года 2012 превратился из Магнитогорска в Тюленигорск. Потому что вам подарили исключительное лето. Я начал прикалываться, когда проезжаю мимо озера Соленое или Банное. Ну и Тюлени. Нам нужна вода, и мы там бултыхаемся. Конечно, очень бы хотелось иметь собственный бассейн. Я тоже, уже проезжая Абзакова, говорил этим ательером, говорю, вы построили все, ориентируясь на зимний отдых. А для лета-то что у вас? А для лета ничего. Хотя для лета громадный бассейн за 5620 рублей. Накачали обод. Он сам держится. И там можно нормально купаться. Единственное, что надо поверхность выровнять. Ну а теперь для тех, кто имеет собственный сервис и тоже жарится. Два листа фанеры бросили на асфальт. Бассейник себе закатали и купайтесь. Отдыхайте. В тот самый момент, когда клиент к вам не едет. Потому что клиент на озере Соренок. Да, чувствуется, что люди делом занимаются и занимаются четко. Тут понимаешь разницу в подходе. У сетевиков упор делается на красочных коробках с дорогими игрушками. У меня вообще такое ощущение, что чем шикарнее выглядит магазин, тем меньше вы купите. Может я ошибаюсь, но попробуйте. Разница в нормальных ритейлерах западного бросца, к примеру, Walmart, в том, что там как раз ассортимент не так уж и широк, зато цены. Просто смех. Да потому что они покупают гигантскими партиями. Нас же разводят как лохов. Поэтому разумные родители себе тропинку протоптали в торговые ряды на автомобилистов. Ведь именно здесь сейчас концентрируются продавцы с нормальными ценами. В 2-3 раза дешевле, чем в городе, если что. И на велосипеды, и на игрушки. Как, к примеру, вело-той. Так это же здорово, что свои организовали. Я вообще приглашаю в программу магнитогорцев, которые не боятся за свой бизнес, не боятся его демонстрировать. Да мне не нужны сетевики, когда есть свои магнитогорские. Почему нет? Мы накопаем. У нас будут и не только те, кто продает игрушки. Будут и те, кто делает компьютеры, собирает их. Да все будут. Приглашаем. Будем работать вместе с вами. Будем работать, будем экономить деньги. И для этого здесь, вело-той, есть вот такие замечательные карточки. Я вам скажу, что ребенок растет. И вот худо-бедно за тот год, который прошел, те самые денежки, которые мне бы обеспечили скидку на игрушки, уже были бы накоплены. И представляете, с каждой новой игрушкой я бы экономил 10%. Ну, чем не радость? Хотя радость – это наличие таких мест. И пусть их будет больше, потому что мы работаем для детей. Для себя, похоже, уже ничего не получится. А вот детям еще можем что-то сделать.